Привет! Сегодня принесли микроволновку на ремонт и люди жалуются, что микроволновка начала искрить. Тем не менее, они конечно ей пользовались дальше, пока она вообще не начала очень сильно полыхать и они попросили отремонтировать. Конечно, до такого доводить нельзя. Сейчас я покажу, что она вообще из себя представляет. Вот так вот у нас происходит это всё. Я быстро выключил. И есть три варианта развития ремонта. Конечно, здесь я уже знаю, что будет, потому что люди сказали, что они пользовались ей, когда она у нас так вот горела. Если бы они прекратили бы ей пользоваться, то максимум, что нужно было сделать для её ремонта, это просто вот эту вот следу отмыть от жира, от остатков еды. Потому что сюда, когда разогреваете, брызгает жир, в котором соль, опять же жир этот начинает сгорать, он превращается в углерод и получается начинает замыкать. Если вовремя помыть вот эту вот пластинку следяную, то ремонт вообще будет не нужен. Просто достаточно вымыть её в фейре хорошенько и всё. Желательно, конечно, её снять. Она здесь снимается. Вот так выдавливаешь и она вылазит. Конечно, в каждой микроволновочке может она отличаться. Следа где-то больше, где-то меньше. Бывают пластиковые стоят крышечки, закрывающие магнитрон. Но в данном варианте эта слюда стоит. Её просто помыл в фейре и у вас дальше она будет работать нормально всё, без проблем. Но люди пользовались дальше, поэтому на магнитроне колпачок по-любому подгорел. Итак, здесь мы снимаем сейчас слюду и посмотрим, что у нас вообще из себя слюда представляет. В каком она состоянии. Ну, видим, что она прогорела, конечно. В принципе, не страшно. Но я её поменяю. Можно, конечно, её вот это всё отмыть. Она ещё не рассыпалась сильно. И поставить её кверх ногами. Тогда вот эта часть чистая, она гореть не будет. Но у меня есть лист новой слюды вот такой вот. Я с неё сейчас вырежу и поставлю новую. Теперь нам надо понять, что происходит с колпачком. В каком состоянии он. Если бы она только заискрила бы и клиент бы обратился в ремонт, то, естественно, колпачок, скорее всего, был бы в хорошем состоянии. Но поскольку ей пользовались в дальнейшем, после того, как она начала искрить, колпачок, скорее всего, подгорел. Определить это можно, естественно, разобрав микроволновку и заглянуть туда, что там происходит. Или можно, если у вас эндоскоп есть, можно залезть туда эндоскопом. Подключить его к телефону, к планшету, к ноутбуку, к компьютеру, без разницы, куда. В принципе, эти эндоскопы есть с модулем Wi-Fi. Вот такой вот модуль идёт к нему. Подключаешь и можешь, даже если телефон у тебя не поддержит эндоскоп, то можешь через Wi-Fi подключиться к этой камере и спокойно посмотреть, что там происходит. Сейчас мы это и сделаем. Так, подключил я эндоскоп. Телефон у меня, поскольку занят, я на него сейчас снимаю. Подключил его к ноутбуку. И сейчас мы посмотрим, что там происходит. И вот мы видим, что калпачок на магнитоне подгоревший. В принципе, пока страшного я ничего там не вижу, но видно, что он чёрный подгоревший. В любом случае, придётся микроволновочку разобрать и посмотреть, прогорела ли там дырка в нём или нет. Если дырки нет, то колпачок достаточно просто зачистить наждачкой. И вот эту краску, конечно, которая подгорела здесь, её надо очистить и отмыть весь жир, чтобы в дальнейшем опять это всё не загоралось. Сейчас разберу. Микроволновка разбивается, в принципе, очень просто. Обыкновенные саморезы стоят по бокам. С этой стороны стоят. И сзади получаются четыре самореза. Всё, и у нас крышка верхняя будет открыта. Всё, вот сам у нас магнитон. Нам надо открутить, получается, вот эти два болта. Естественно, надо выключить с розетки изначально. И здесь под крышечкой тоже там есть два болта. Вот её крышечку убрать. И под ней тоже открутить болты. Всё, вот у нас магнитон. Колпачок, мы видим, что дырок в нём, в принципе, нету ничего страшного. Он ещё живой. Немножко так есть налёт. Вот, но магнитон в нормальном состоянии. Колпачок, всё целое. Так, сейчас я скину клеймы. Ну, немножко подгорело. Это почистить мелко наждачкой, и, в принципе, всё будет нормально. Я скажу, даже если вы не почистите, скрыть он не будет. Но желательно это всё дело очистить, чтобы потом лишний раз не лезть. Почистил он как новый, ничего на нём нету, никаких ни дырочек, ничего в хорошем состоянии. Менять его не пришлось. Но бывает такая ситуация, что долго пользуется микроволновка, когда она искрит. Или, допустим, поставили там на 20-30 минут еду разогревать большой объём, и ушли. И в этот момент колпачок горит, а люди не видят. И просто он сгорает полностью, дырка здесь получается, и его необходимо менять. Он, в принципе, снимается не тяжело. Если руками он у вас не пойдёт, потому что бывает сильно пригорает, то можно его снять пассатижами. Как бы его сохранять не обязательно, потому что всё равно вам покупать новый надо будет. И если вы его чуть-чуть помнёте, то ничего страшного. И покупайте новый, одевайте его. В принципе, проблем нету, всё дальше продолжает работать. Магнитрон как работал, так и работает. Единственное, магнитроны бывают разные. Вот этот, допустим, LG. Это с дешёвой микроволновки. Цена у них, в принципе, одинаковая, потому что крепёж одинаковый. Это они идут к дешёвой серии, относятся. Вот этот магнитрон гораздо дороже, в раза три где-то по стоимости, потому что он самсонговский. И разница между дешёвым и дорогим, только отличие по крепежу. Всё, разницы никакой больше у них нет. Принцип везде одинаковый. И когда будете покупать колпачок, если такого же у вас не будет в магазине, именно такой же формы, с такой же дырочкой, то, в принципе, ничего страшного в этом нету. Можете взять с таким отверстием, такой колпачок, разницы нету. Единственное, чтобы у вас посадочное место, диаметр был такой же, какой надо. И высота колпачка. Потому что, если вы возьмёте длинный колпачок, он может упираться в стенку самой микроволновки. Поэтому это надо обязательно учесть. Высота и посадочное место диаметра. Всё. Можете покупать любой колпачок, если он соответствует этим параметрам. С магнитроном разобрался я. Сейчас надо будет отмыть остатки жира. Я буду отмывать обыкновенной тряпкой и обезжиривателем. После того, как отмыл весь жир, надо будет обязательно пройтись мелкой наждачкой. Я буду использовать 400-ю, чтобы сбить то, что пригорело, потому что обезжиривателем оно не отмоется. Ну, в принципе, жир отмылся. Сейчас пройдусь наждачкой и всё. Можно, в принципе, микроволновку собирать. И потом вырезать следу. Всё. Переходим к сборке на зацию. 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 все следа готова вырезали сейчас установлю и посмотрим будет ли искать или нет старт но все слышно магнитон уже запустился ничего нас не искрит работает отлично всем пока не ломайтесь а